Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии мы с вами рассмотрим, как пользоваться сводными таблицами. Немного давайте поговорим, с какими данными мы сегодня будем работать. Это у нас, во-первых, дата, директор магазина, город, в котором находится магазин, регион города, далее тип точки, то есть это может быть стрит, ТЦ или островок, и, соответственно, адрес. Далее сумма закупки, на какую сумму у нас закупился товар. И теперь давайте рассмотрим первый пример. Найти сумму оплат по каждому городу. Вот если бы не было сводных таблиц, как бы мы с вами поступили? Нам необходимо было бы найти сумму по каждому городу. Для этого нужно было бы найти список уникальных городов, да, и просуммировать. Или можно построить сводную таблицу. Для построения сводной таблицы мы нажимаем на ячейку, в которой у нас находятся данные, далее заходим в ставку, сводная таблица, и определяем, вместо листа или на новый лист, нам необходимо установить сводную таблицу. Выбираем на существующий лист и отмечаем ячейку, которую я выделил желтым цветом. В данном случае это J5. Вот здесь видите у нас пример таблицы, из которой устроятся данные. То есть автоматически таблица определила размер. И нажимаем ОК. У нас строится сводная таблица. Сводная таблица состоит из двух частей. Отчетной и части с настройками. Отчетная часть в данном случае у нас выглядит вот таким образом. То есть сводная таблица это у нас вот такой объект. Смотрите, когда я нажимаю мимо сводной таблицы, то есть мимо этого прямоугольника, у нас пропадают поля сводной таблицы. Когда мы нажимаем на ячейку сводной таблицы, у нас появляются поля сводной таблицы. Если мы по случайности закроем поля сводной таблицы, мы можем нажимать рядом, можем нажимать в сводную таблицу, поля так и не появятся. Для того, чтобы их отобразить, достаточно нажать правой клавишей, показать список полей. Далее нам необходимо определить сумму по каждому ворту. Как вы видите, в поля таблицы попали столбцы из первоначальных данных. То есть смотрите, что мы делаем. Мы выбираем сумму. Да, сумма у нас автоматически попадет в одну из четырех областей. Каждая область, это фильтры, столбцы, строки и значения отвечают за свои расположения в сводной таблице. В данном случае нам необходимо найти сумму оплат по каждому ворту. Окей. Мы нажали город, он у нас сформировался построчно. И также у нас посчиталась сумма по полю суммы закупки. Что очень эффективно. Далее давайте поговорим немного о полях. Каждое поле отвечает на определенный вопрос. Поле фильтра отвечает на вопрос, что мне известно. В данном вопросе нам не известно ничего, именно поэтому оно пустое. Строки и столбцы у нас располагаются, соответственно, построчно и по столбцам. И в значение у нас попадает автоматически все то, что мы можем посчитать. Так, отлично. Теперь перейдем к примеру номер два. В примере номер два нам необходимо определить сумму оплаты по региону Юг в разрезе городов. И в каком магазине работает директор Кореи. Для этого мы заходим в данные, выбираем ставку с водной таблицем. Далее выбираем на существующий лист. Нажимаем по ярлычку листоват 2. Выбираем ячейку E9. И нажимаем ОК. Сумма оплат по региону Юг в разрезе городов. Смотрите, можно регион переместить фильтры простым перетаскиванием. Или же просто правой клавишей добавить фильтр отчета. Это то же самое. Далее мы добавляем город. И соответственно сумма оплаты автоматически у нас помещается в значение. Для того, чтобы применить фильтр, мы можем воспользоваться здесь, поставить Юг. Или же можно напрямую зайти в город и отсюда использовать фильтр ПО. Или же можно здесь выбрать регион и отсюда поставить фильтр Юг. То есть кому как удобнее. И теперь мы видим все города с регионом Юг, которые у нас попали в отчет с лодной таблицей. Следующий пример. Чтобы снять фильтр, соответственно можно здесь взять все ОК. Снимаем сумму закупки и регион. Вторым вопросом нам необходимо определить магазин, в котором у нас работает карио. Для этого мы заходим в директор, ставим в директора фильтр. Соответственно в фильтре выбираем карио. ОК. И просто перетаскиваем адрес в строки. Да, у нас останется магазин, в котором данный управляющий закреплен как основной. То есть это у нас город Ростов-на-Дону. И вот мы имеем магазин, где он управляет. Отлично. Теперь ставший популярный лайк рубрика. Поставьте видео на паузу. Напишите комментарий с одним из этих ключевых сфулов. Как сделать сводную таблицу в Excel. Сводная таблица. Сводная таблица. Сводная таблица в Excel. Спасибо большое. Это очень поможет развитию канала. Отлично. Пример номер три заключается в следующем. Нам необходимо определить сумму оплат по каждому месяцу и кварталу. Дело в том, что современные офисы 2013, 2016 и 2019 автоматически формируют дату. В том случае, если вы в какой-то счастливой случайности остались на 2010 или 2007 офисе, вам необходимо будет дату формировать вручную. Давайте сразу присвоим имя диапазона, назовем его база. И в дальнейшем просто будем вызывать его из меню F3. Заходим в сводную таблицу. Выбираем из какого диапазона F3. Выбираем базу. Соответственно, в какую ячейку. Сюда. Ок. Определить сумму оплат по каждому месяцу и кварталу. То есть, смотрите, если мы поставим дату, она автоматически сформировалась. Видите? Но она сформировалась на автомате. Да, то есть по месяцам мы можем посмотреть сумму. Да, как это сделать, допустим, по кварталам? Для этого нам необходимо зайти, группировать. Да, и здесь выбрать, какие показатели нам нужны. Нам нужны месяцы, кварталы. Можно поставить годы. Оригинал будет обозначать то, что данные будут сформированы как в первоначальном источнике. То есть, видите, да, у нас есть по кварталам. В каждом квартале мы можем посмотреть по месяцам и, соответственно, по годам. Также можно формировать по суммам оплат. Давайте посмотрим, как это работает. То есть, мы должны сумму закупки перенести сюда. И выбрать, допустим, город, поставим его так же построчно. Окей. Теперь мы группируем, допустим, с шагом. Давайте возьмем 50 тысяч. Окей. Видим, да, то, что города, которые у нас попадают до 50, да, после 50. Ну и, соответственно, это очень удобно, когда нам необходимо анализировать, в какой город у нас попадает больше закупки. Как мы видим, да, часть городов у нас не попадает после 60 тысяч рублей. Отлично. Найти сумму продаж по регионам в разрезе точек. То есть, у нас есть регион, есть точки. Для этого мы построим сводную таблицу. То есть, когда мы начинаем строить сводную таблицу и вызываем ими из базы, то сводная таблица строится в активной ячейке. То есть, выбираем базу. Окей. Нам необходимо найти сумму продаж по регионам в разрезе точек. То есть, у нас есть регион, город. То есть, если у нас регион выше находится, группируется по регионам. Если город выше, соответственно, группируется по городам. Отлично. И теперь нам нужно добавить тип точки. Тип точки мы добавляем в столбцы. И, соответственно, выбираем сумму закупки. Сумма закупки у нас попадает в значение. Вот если, как в данном случае, показано количество, значит, нужно выбрать итоги по и здесь выбрать сумму. Да, будет показана сумма. Вот, смотрите, мы построили таблицу сводную. То есть, значений точек у нас меньше, да, в три раза. Если мы переместили бы наоборот точки сюда, регион и город в столбцы, да, у нас бы получилась таблица не очень удобная для просмотра. Да, именно поэтому, значений которых больше, мы стараемся поместить строки, а значений которых меньше, мы перемещаем, соответственно, в столбцы. Таким образом, у нас получаются сводные таблицы. Для того, чтобы сгруппировать сразу все данные, достаточно выбрать правую клавишу и свернуть все. И у нас получается такая вот удобная сводная таблица. Отлично. Заключительным примером на сегодня нам необходимо определить город с максимальной закупкой за раз. То есть, не общее количество, когда максимальное, а именно, когда максимально было закуплено за один раз. Для ответа на этот вопрос мы сформируем опять сводную таблицу, выбираем сводную таблицу на существующий лист. Таблица или диапазон у нас база. Окей. Нам необходимо определить город с максимальной закупкой за раз. Для этого мы выбираем город, он у нас автоматически попадает в строки. И, соответственно, выбираем сумму закупки, переносим значение. И здесь выбираем итоги по, выбираем максимум. Для того, чтобы определить максимальное значение, достаточно переместиться вниз. В общем итоге у нас будет показано максимальное значение. То есть, в данном случае это у нас город Сочи. Если, допустим, мы выбираем среднее, то внизу у нас будет показано среднее по всему столбцу. Да, соответственно, количество. Количество и так далее. Также количество мы можем определить двумя способами. Первый способ, это когда мы правой клавишей итоги по выбираем количество. И, соответственно, второй способ, это когда мы город берем повторный и переносим значение. Как вы видите, результаты полностью идентичны. Сводные таблицы в Excel это очень обширная тема. И поэтому в следующем видео мы более детально рассмотрим вычисления сводных таблиц. Какие они бывают. Теперь напишите комментарий, поставьте лайк. Спасибо большое вам за внимание. Всем пока. До среды. До свидания. Продолжение следует...